Аварийная посадка горящего самолета. Где были сняты эти кадры? Что произошло? Дождитесь подробностей. Застрял на железнодорожном переезде. В Калифорнии поезд снес грузовой прицеп. Жители Арканзаса боятся заразиться малярией. Нелегальные иммигранты спят на диванах прямо на улицах Чикаго. В Центральном парке Нью-Йорка мужчина избил 66-летнюю велосипедистку. Жители Сакраменто целый год могут получать по 500 долларов в месяц. Крупнейшие банки США закрывают многие филиалы. Следующим спикером Конгресса может стать Джим Джордан. Кто он такой? За что в Юрисалиме полицейские арестовали американского туриста? В Нью-Йорке в официальных документах, кроме мужского и женского рода, можно выбрать вариант X. Как в США дешево отправить посылки родным и друзьям. И во Флориде медведь решил прокатиться на яхте. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вот и пятница наступила. Устраивайтесь поудобнее, новостей много. Как обычно в это время на YouTube-канале Берой рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. И в начале выпуска сегодня мы решили раздать подарки. Все-таки пятница. Ну и в этом нам поможет компания Global Sea Foods. Итак, если вы хотите бесплатно получить килограмм красной икры, то прямо сейчас в комментариях вам нужно правильно ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, что означает на флоте адмиральский час? Тот, кто первым ответит правильно, тот и получит килограмм икры. Ну а если вам не повезет, не расстраивайтесь с промокодом BURO15. Вы сможете заказать красную икру лосося с 15% скидкой. Заказ можно сделать на сайте, который сейчас вы видите на экране. Также всю информацию мы оставим в описании к этому видео. Начинаем сегодняшний выпуск со штата Массачусетс. Там, в городе Хелиок, в результате криминальных разборок погиб ребенок. По данным полиции, трое молодых людей начали о чем-то спорить на улице. И вот в какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять в обидчиков. В это время по дороге двигался городской автобус с пассажирами, который и попал под обстрел. Ранение получила беременная женщина, ее доставили в больницу. Врачи пытались спасти 8-месячного ребенка, но ранение было слишком серьезным. Полицейские сообщили, что они уже задержали двоих подозреваемых. Им уже предъявлены обвинения, в том числе и в убийстве. В Теннесси совершил аварийную посадку самолет компании «Фидекс». Как сообщили пилоты, у лайнера пока по неизвестным причинам сломалось шасси. В итоге самолет проскользил по взлетно-посадочной полосе. Как заявили эксперты, в такой ситуации огромное значение имеет профессионализм пилотов. И, судя по этим кадрам, пилоты справились с задачей. Хотя, конечно, сами кадры впечатляют. В самолете находились три человека, никто из них не пострадал. В Арканзасе зафиксирован новый случай малярии. Причем врачи подчеркивают, что впервые за 40 лет заболел не турист, который привез инфекцию из-за рубежа, а это человек, который заразился именно на территории штата. В этом году в Аризоне зафиксированы уже 4 случая заболевания малярии. Ну а по стране это уже 10-й случай. Ранее малярию зафиксировали в Техасе, Флориде и Мэриленде. Малярия не передается от человека к человеку. Подхватить заболевание можно, если больного укусит инфицированный комар, который ранее уже пил кровь заболевшего человека. Первые признаки малярии – это температура, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах. Болезнь может привести даже к смертельному исходу, если не начать вовремя лечение. Теперь Нью-Йорк в центральном парке этого города мужчина избил 66-летнюю велосипедистку, которая приехала отдохнуть в мегаполис. Полицейские сейчас разыскивают вот этого человека, его подозревают в нападении. По данным полицейских, мужчина шел по велосипедной дорожке в районе Вест-96 улицы и Вест-Драйв. И вот в какой-то момент на дорожке появилась велосипедистка, и они едва не столкнулись. Подозреваемый сначала начал кричать на женщину, ну а затем достал из сумки дубинку и несколько раз ударил 66-летнюю велосипедистку по голове. Пострадавшую доставили в больницу, дочь женщины обратилась в полицию, ну а нападение уже сообщили сотрудникам центрального парка. В социальных сетях появились новые кадры, на которых видно, как иммигранты вновь незаконно пересекают границу. Вот так счастливые иммигранты бегут в техасский город Эль-Паса. Они размахивают руками, подпрыгивают и радуются, что попали в Америку. По данным издания New York Post, несколько человек очень осторожно, чтобы не травмироваться, проползли под колючей проволокой на мексиканской границе и оказались в Штатах. Среди нелегальных иммигрантов много детей. По закону, как только человек вступил на американскую землю, пограничники обязаны встретить его и занести в базу. Ну и, конечно, каждый такой иммигрант потенциально может рассчитывать на убежище в Соединенных Штатах. По последним данным, только на пропускном пункте в Эль-Паса каждый день из Мексики в США заходят более 2000 человек. Ну и напомню, что накануне администрация Байдена была вынуждена отменить 26 экологических законов, чтобы продолжить строить стену вдоль мексиканской границы. Вот только вопросов от этого меньше не становится. Но а стена поможет остановить такой приток иммигрантов? Или все-таки необходимо предпринять более жесткие меры в решении иммиграционного кризиса? Ну и вот вам, пожалуйста, в Чикаго нелегальные иммигранты вынуждены спать на улице. Городские власти не справляются с потоком приезжих, которых доставляют в Чикаго на автобусах с южной границы США. Сначала мэрия пообещала, что несколько десятков человек смогут временно пожить в одном из полицейских участков. Однако чиновники не смогли договориться с руководством полиции, и иммигранты без документов были вынуждены обосноваться прямо возле здания участка. Ну вот кто-то спит прямо на земле, кто-то смог раздобыть диван и матрас, у кого-то есть палатки. Сейчас почти 10 тысяч потенциальных просителей убежища проживают в приютах Чикаго. Кого-то все-таки разместили в зданиях департамента полиции. Но более трех тысяч человек до сих пор остаются на улицах города. Если вы нас смотрите в Чикаго, напишите в комментариях, а вам как-то мешают иммигранты? Или Чикаго все-таки настолько большой, что вы совсем не замечаете приезжих из стран Латинской Америки? Ну а сейчас вы увидите кадры не для слабонервных. В Калифорнии, в городе Рейдинг, поезд снес грузовой прицеп. На кадрах видно, как водитель трактора пытается переехать через переезд, но в какое-то время застревает. И в этот момент на железной дороге появляется грузовой поезд Union Pacific. Он просто сносит трактор и прицеп. Известно, что трактором управлял 25-летний водитель до столкновения. С поездом он успел каким-то образом выпрыгнуть из транспортного средства. В общем, произошло, можно сказать, чудо. Теперь к другим новостям, но прежде попрошу поставить вас лайк этому видео и написать в комментариях, откуда вы нас сегодня смотрите. Мы продолжаем. Американская экономика растет быстрее, чем ожидалось. Так, эксперты телеканала NBC объясняют свежие данные о рынке труда в США. В сентябре в Америке появилось 336 тысяч новых рабочих мест. Это больше, чем ожидали экономисты. Активнее всего появлялись новые рабочие места в сфере досуга и развлечений. Эти отрасли расширились почти на 100 тысяч вакансий. Также развивается госсектор, здравоохранение и научные отрасли. На деле это означает, что американский бизнес продолжает развиваться и расширяться. Бизнесмены нанимают новых сотрудников, берут кредиты. Но это, в свою очередь, приводит к росту инфляции. А значит, ФРС может вновь повысить процентную ставку. Дело в том, что регулятор весь этот год пытается сдержать развитие экономики и инфляцию. И, судя по всему, пока это не очень удается. Кстати, как у вас обстоят дела с ценами? Может, опять продукты подорожали? А то вот ходим мы в магазин и даже не замечаем, как тот же хлеб или рыба уже стоят дороже. И важная новость для наших зрителей, которые живут здесь, в Америке. Крупнейшие банки США объявили, что закрывают многие свои филиалы по всей стране. Wells Fargo закрывает 8 отделений, чей 7, Bank PNC закрыл 4 отделения. В целом по стране с середины сентября закрылось 32 отделения банков. В том числе в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Бостоне. Наверное, эта новость у кого-то из наших зрителей вызовет улыбку. Мол, какое еще отделение банка в 2023 году, когда все можно сделать онлайн. Но те, кто давно живет в США, хорошо знают, что банковский сектор в Америке – вещь очень консервативная. Здесь до сих пор в ходу банковские чеки. Ну и для решения некоторых вопросов приходится лично обращаться в банк. Даже я сам совсем недавно был вынужден физически ехать в отделение Chase, чтобы решить простой рабочий вопрос сотрудникам банка. В общем, американцы действительно ходят в отделение банков. И вот как пишет издание Daily Mail, сильнее всего закрытие отделений ударит по малообеспеченным американцам. Ну и кто нас смотрит в Калифорнии, возможно, вам пригодится следующая информация. Власти Сакраменто объявили о новой программе для всех жителей с низким доходом. Вы можете получить 500 долларов в течение года каждый месяц в рамках программы базового дохода. Эта программа финансируется совместно городом Сакраменто и организацией United Way California Capital Region. Для участия в программе необходимо жить в городе Сакраменто и соответствовать требованиям по доходам. Заявки принимаются онлайн до 14 апреля 2024 года. Финансовую помощь участникам этой программы начнут оказывать уже в июле следующего года, но заполнить документы можно и сейчас. Дополнительную информацию мы оставим в описании к этому видео. Госдепартамент США объявил персонами Нонграта двух российских дипломатов. Их имена до сих пор не называются. Ведомстве подчеркнули, что такое решение стало зеркальной мерой после того, как Москва выслала из страны двоих сотрудников американского посольства. Напомню, тогда российский МИД заявил, что американцы незаконно поддерживали связь с арестованным бывшим сотрудником консульства США во Владивостоке. В Иерусалиме полицейские арестовали американского туриста. Власти Израиля утверждают, что 40-летний мужчина разгромил экспонаты музея и нанес существенный вред древним скульптурам. Все произошло в музее Израиля в Иерусалиме. Власти опубликовали несколько фотографий, которые вы сейчас видите. И вот на них видны скульптуры. Они сброшены с постаментов. Адвокат гражданина США предположил, что, скорее всего, мужчина страдает психическим расстройством. Психологи называют его «Иерусалимский синдром». Он заключается в том, что, оказавшись в Иерусалиме, некоторые люди перестают адекватно воспринимать реальность. А вы что-то слышали о таком синдроме? Совсем немного политики сегодня. Следующим спикером Конгресса, вероятно, будет избран Джим Джордан. В Конгрессе он представляет интересы жителей Огайо. Об этом написали сразу несколько ведущих американских СМИ. Джордан уже заручился поддержкой многих конгрессменов. Его кандидатуру же также поддержал Дональд Трамп. Джордан представляет Огайо и входит во фракцию «Свободы» – ультраконсервативное крыло республиканской партии в Конгрессе. Его избрание будет означать усиление позиций консерваторов, в том числе, вероятно, и по вопросу помощи Украине. Голосование по кандидатуре спикера состоится на следующей неделе. По данным CNN, возможное возвращение Дональда Трампа в качестве спикера Конгресса уже не рассматривается. Уже совсем скоро, с 15 октября, жители США, которые подходят под условия медикер, могут оформить эту медицинскую страховку. Заявки необходимо будет отправить до 7 декабря. Но я напомню, что эта страховка работает для жителей 65+. Плюс, и важно, что с 15 октября участники программы могут носить необходимые изменения. Ну, что нужно учитывать при выборе планов медикер? И какие самые популярные и выгодные планы сегодня доступны для всех? Об этом давайте прямо сейчас поговорим. И к нам присоединяются брокеры по медстрахованию компании «Хелп Брокерс» Евгения Шеремета и Зухра Исматова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время. На самом деле, многих интересует тема медстраховки. Евгений, с вас начнем. Первый вопрос такой. С 15 числа могут все, кто угодно, подавать на медикер, кому исполнилось 65 лет? Какие главные условия? Да, смотрите. Значит, 15 октября начинается так называемый annual enrollment period. Что это значит? Что до 7 декабря, в принципе, все люди, у которых уже есть медикер А и Б, имеют право выбрать план Part C, то есть Health First, United Healthcare, Fidelis, который им подходит, который принимают их врачи. На протяжении этого периода они могут менять планы. Если они, например, выбрали один, но он им не понравился, они могут его изменить на другой несколько раз. И в итоге они, оказывается, остаются с тем планом, который они выберут самые последние. Они также могут выбрать drug plan для аптеки. Если люди хотят оставаться на чистом медикер и не выбирать страховку, а просто добавить аптечный план, они тоже имеют право это сделать. И, в принципе, делать любые изменения на аккаунтах, то есть абсолютно без проблем. Хорошо. Вот этот период наступает совсем скоро, да, 15 число. Есть ли какие-то, не знаю, важные предписания, о которых нужно знать, которые вы, например, получили заранее, об этом еще не знают потенциальные люди, которые собираются медикер получить? Или таких каких-то особенностей, новостей важных нет глобальных на сегодняшний день? Ну, смотрите, я скажу так, что глобальных новостей нет, но каждый год изменяется что-то немножко. То есть планы стараются предлагать больше и больше бенефитов, они стараются дать больше помощи людям, которые будут эту страховку выбирать. То есть меняется, в принципе, структура оплат, меняется структура бенефитов, которые покрываются страховкой или которые не покрываются. Вот это главные изменения. А все остальное, процесс подписания клиентов, он, в принципе, остается такой же самый все время. Да, и уточняющий вопрос сразу же. На что стоит обратить внимание, вот когда, не знаю, к вам обращаешься, да, я имею в виду по именно программе медикер, в плане, не знаю, врачей, может быть, да, список услуг. Это все прописывается в договоре или как правильно это называют? Да, конечно. Хорошо, что вы сказали насчет врачей, это очень важно, кстати, потому что один из главных критериев, когда мы пытаемся подписать человека на один из медикер-планов, то ли HealthFresh, то ли Fidelis, это чтобы его врачи, с которыми человек хочет оставаться, принимали эту страховку. Для этого нам нужен список врачей, которые для клиента важны, которых он, например, не хочет никоим образом менять, потому что он уже к ним обращается много лет. И мы проверяем, какой именно план эти врачи принимают, и, соответственно, стараемся помочь клиенту, чтобы он остался с теми же врачами. Если бывают такие ситуации, что какие-то врачи не слишком важны для клиента, или он готов и он открыт для изменения врача, это прекрасно, но это нужно все обговаривать, об этом все нужно знать и уже делать как бы определенные выводы и помогать человеку. Да, благодарю, Евгений. На самом деле нас смотрит очень разная аудитория. Зухра, теперь все-таки к вам вопрос, если не говорить о медикер, а говорить об иммигрантах, которые недавно находятся в стране, или там, не знаю, какое-то время, или несколько лет. Вот на сегодняшний день, давайте возьмем Нью-Йорк, какие страховки самые популярные, быть может, и от чего зависит, какую страховку я могу получить, вот обратившись к вам? На данный момент, на сегодняшний день популярные страховки, это Essential Plan, который имеет 4 уровня, Essential Plan 4, 3, 2 и 1. Essential Plan 3, 4 полагается людям, которые находятся в стране с скрин-картой меньше 5 лет, и кому не полагается медикей. А остальные планы какие есть, которые надо уже, я так понимаю, приобретать, да, то есть платная медстраховка? А, да, Essential Plan 1 и 2 полагается людям, это зависит от дохода, мы можем оформить Essential Plan 1, который не полагается людям медикей. Спасибо большое, да, Евгений, хотел еще уточнить, много вопросов от украинцев, которые находятся в стране в связи с временным принятием бюджета в правительстве. Вы, я так понимаю, федеральные льготы отменили, вот по этому поводу вам звонят, спрашивают, сейчас медстраховку украинцы все-таки могут получить, которые пользовались до этого федеральными программами? Да, конечно, в принципе, по страховке я могу сказать, что особенно для тех, кто приехал по U4U, новые иммигранты, в принципе, ничего не изменилось. Мы также оформляем Essential Plan 4, Essential Plan 3, то есть, в принципе, на них это никак не повлияло, они имеют право получать страховку через New York State of Health. Единственное, что на протяжении трех месяцев, как минимум, они должны подтвердить свой иммиграционный статус и легальность своего нахождения в стране, чтобы они просто эту страховку потом не потеряли. А так, в принципе, для них никаких рисков сейчас не существует. Спасибо большое, что рассказали подробности. Я вас благодарю на наш вопрос. Сегодня ответили брокеры по медстрахованию компании Health Broker с Евгением Шерметой из Ухра-Исматова. Спасибо вам большое, берегите себя. Про донаты я молчу, а вот про лайки все-таки скажу. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, откуда вы нас сегодня смотрите. Также поделитесь информацией, что вас больше всего сегодня волнует в Америке. Мы продолжаем. Кандидат в президенты, республиканец Вивик Рамасвами попал в аварию. Его сторонники утверждают, что в машину политика специально врезалась трансактивистка. Предприниматель не пострадал. Инцидент произошел в городе Гринелл в штате Айова. Как заявил Вивик Рамасвами, двое протестующих вступили с ним в перепалку, но затем намеренно протаранили его машину. По данным полиции, в автомобиль кандидата врезалась 22-летняя активистка. Однако девушка заявила, что случайно задела машину предпринимателя. Кстати, в Айове кандидатов в президенты от республиканской партии обвинили в расизме. Также активисты заявили, что Рамасвами неоднократно негативно высказывался о трансгендерах. Собаку Джо Байдена все-таки выселили из Белого дома. Напомню, овчарка президента за последнее время как минимум 12 раз нападала на сотрудников Белого дома, в том числе на сотрудников секретной службы. Двухлетнего пса Джо Байдену подарил брат Джеймс. Совсем недавно собака напала на офицера, которому даже потребовалась госпитализация. Источники сообщают, что Байден и его жена Джил ответственно отнеслись к ситуации и несколько недель пытались воспитать командера усилиями опытных дрессировщиков. Но ничего не вышло. Где теперь будет жить пес президента, пока не сообщается. Важная новость для представителей ЛГБТ-комьюнити из Нью-Йорка. Теперь при подаче заявок на пособия и социальные программы можно указывать не только мужской или женский пол, но и выбрать вариант Х. Изменения в документах появились после того, как правозащитники подали коллективный иск мэри Нью-Йорка. Они утверждают, что власти города нарушают права небинарных людей, то есть тех, кто не ассоциирует себя ни с мужчиной, ни с женщиной. Начиная с января следующего года при подаче на социальную помощь можно будет выбрать пол Х. Такая опция уже есть при подаче на водительские права и сертификаты о рождении в штате Нью-Йорк. Добавлю, что по официальным данным в штате Нью-Йорк около миллиона человек причисляют себя к ЛГБТ-сообществу. Из них 76 тысяч жителей штата относят себя к трансгендерам. Хорошая новость для всех жителей США. Если вы любите отправлять своим близким подарки, то теперь это можно будет сделать дешевле. В США начинается сезон праздников. Впереди у нас День Благодарения и Рождество. И вот крупнейшие службы доставки объявили о специальных скидках. Снижение тарифов коснется UPS, FedEx и USPS. В справедливости ради стоит уточнить, что речь не идет о том, что цены снизятся. Тарифы просто не будут повышать, как это обычно бывает перед праздниками. Причина – падение спроса на услуги доставок. Чтобы удержать клиентов, компании-перевозчики решили не повышать этой осенью цены. Ну а вот парк Диснейленд в Калифорнии запускает акцию по продаже недорогих детских билетов, по которым с начала 2024 года можно будет попасть в зону отдыха под названием «Самое счастливое место на Земле». Начиная с 24 октября все желающие могут приобрести детские билеты по 50 долларов на ребенка на один день. Ну а также вы можете выбрать разные опции. В парк можно попасть на один, два или три дня. В настоящее время стоимость двухдневных билетов с посещением одного парка в день для детей составляет 270 долларов, а трехдневных – 340. Билеты, приобретенные по ограниченному предложению, действительны с 8 января по 10 марта 2024 года. Спасибо, что смотрите нас. Не забывайте ставить лайк этому видео и напишите в комментариях, откуда вы нас сегодня смотрите. Мы продолжаем. В редакцию YouTube канала Бюро обратилась жительница Бруклина Елена Фомина. Женщина столкнулась с проблемой и просит нас как-то помочь. Несколько лет назад вместе с супругом Елена купила квартиру в Болгарии. Недвижимость тогда оформили только на Елену. Сейчас же жительница Нью-Йорка хочет выплатить половину суммы от стоимости квартиры своему супругу. У женщины есть нотариальный акт, и там вот указана эта стоимость квартиры. Но Елена хочет, чтобы супруг официально отказался от претензий на недвижимость. Ну, зрительница спрашивает нас, как оформить такие документы. Мы ничего не знаем, поэтому обращаемся к специалисту. И сейчас к нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Деваль. Карина, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо огромное. Вы сейчас услышали этот вопрос. Такое вообще возможно, такой документ составить? Ну, возможно составить любой документ. Но вы очень правильно сказали, что надо обращаться к профессионалу. И в данном случае ко мне можно обратиться с чисто технической точки зрения. Я это всё красиво оформлю, сделаю по стиль, всё будет выглядеть тип-топ. Но за содержание документа болгарского я, например, ответственности нести никак не могу, потому что там своё законодательство, которого я не знаю. И поэтому, чтобы это правильно было оформлено, и не получилось, что она выплатила половину денег стоимости квартиры, а потом остался ещё и собственником квартиры. Для того, чтобы избегать этих рисков, нужно обратиться к адвокату, нужно заключить соглашение, либо соглашение о разделе имущества, либо соглашение о выкупе. Ну, скорее всего, она может просто купить у него эти полквартиры. То есть это не просто надо оформить, чтобы она по форме отвечала нормам международного права, оно ещё должно по содержанию её защищать. Поэтому начать нужно с адвоката болгарского, которого можно найти по интернету. Если вы находитесь в Америке, Google есть везде, поверьте, во всём мире есть Google. Но адвокаты разные. Адвокаты разные. Опять же, мы живём в веке технологий, когда в течение 10 минут вы можете узнать обо мне всё. Но мы все такие прозрачные. И в Болгарии тоже. Да-да-да, я хочу, кстати, заметить, извините вас, пребью, у нас есть подписчики из Болгарии, поэтому они сейчас присоединятся к комментариям, быть может быть, даже кого-то и посоветуют нам из юристов. Да, продолжайте, Карин. Да, пойти к юристу профессиональному, подготовить текст документа. Очень много у меня клиентов, которые либо покупают недвижимость в Болгарии, либо продают. Это вот топовый вопрос, на самом деле, в Нью-Йорке. Не знаю, почему у меня не было пока мысли купить недвижимость в Болгарии, но многие это делают. И когда уже этот документ будет юридически правильно подготовлен, тогда уже можно прийти ко мне и это всё правильно, нотариально оформить. Правильно я понимаю, что, в принципе, можно не выезжать из Соединённых Штатов, но вот если такие сделки происходят... Абсолютно можно не выезжать. Можно не выезжать. А на что стоит... Если вам есть кому править доверить, поручить, то вы можете сидеть на работе и зарабатывать деньги. Вау. Ну ладно, всё-таки, может быть, задумаемся о квартире в Болгарии. Не знаю, как вы думаете. Не хотите вы? Ну, может быть. Пока нет. Спасибо вам. Ну, в общем, если у кого-то есть дополнительные какие-то вопросы с куплей-продажей недвижимости за океаном, ну, те, кто находятся в Америке, обращайтесь к профессионалам, Карине Дюваль, в любое время, ну, или пишите к нам на почту, либо здесь в комментариях. Мы постараемся ответить уже на следующей неделе на все ваши интересы, самые интересные вопросы. Спасибо вам огромное. Лицензированный юридический консультант Карина Дюваль сегодня была на YouTube-канале «Бюро». Спасибо. И вам спасибо. Представители известной транспортной компании Brightline заявили, что сейчас они рассматривают вариант запуска экспресс-поездов из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас и обратно. Сообщается, что только на часть проекта потратят 25 миллионов долларов. Эти деньги уйдут на строительство пассажирской железной дороги в Южной Калифорнии. Ожидается, что железную дорогу начнут закладывать уже в начале 27-го года. Вообще, идею о запуске скоростных поездов между Лос-Анджелесом и Вегасом стали обсуждать еще несколько лет назад. Однако, началась пандемия, и разработку этого проекта пришлось отложить. Напомню, что экспресс-поезда очень понадобятся в Южной Калифорнии, так как именно там в 28-м году пройдут летние Олимпийские игры. Если вы нас смотрите в Калифорнии, в Неваде, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам такая идея запуска экспресс-поездов между двумя штатами. Сегодня я бы лично хотел сказать каждому из вас огромное вам спасибо, что смотрите Бюро и делаете вы это из совершенно разных штатов, от Флориды до Аляски. И сегодня для всех наших зрителей я бы хотел показать необыкновенно красивые кадры осенней Америки. Итак, клип, который вы сейчас увидите, был снят с дрона. Давайте вместе его посмотрим. Без комментариев. Без комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот лайк за это видео все равно можно поставить. Жители города Нейплс во Флориде были очень сильно удивлены, когда увидели в местном морском клубе медведя. Каким образом медведь попал на территорию яхт-клуба непонятно, но он сразу же выбрал один из самых красивых кораблей и приготовился к путешествию. Залив, где и увидели медведя, находится всего в нескольких метрах от центра города. Конечно, местные жители чуть ли не каждый день видят там аллигаторов и акул, но вот чтобы медведь оказался в этих краях, такого, похоже, еще не было. Зоологи напомнили всем, что осенью медведи более активны, они готовятся к спячке и постоянно ищут еду. Поэтому, скорее всего, этот косолапый посетил яхту лишь с одной целью, чтобы поесть. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях, откуда вы нас смотрите. Если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо под этим видео есть кнопка «Суперспасибо». Вы можете перевести нам небольшую сумму. Я благодарю всех, кто уже поддерживает нас. Спасибо, что смотрите. Спасибо за лайки. Хороших выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!